Мы переходим к следующему докладу Николаю Владимировичу Кузнецову. Николаю Владимировичу вам представлять не надо. Он сейчас истин уже, по-моему, всем, кто занимается теорией управления в нашей стране и практикой управления. Поэтому, пожалуйста, Николаю Владимировичу. Спасибо большое, Владимир Григорьевич. Я хочу поблагодарить Владимира Григорьевича благодаря его решению. В этом году на мультиконференции появилась теоретическая подконференция. И эту конференцию Дмитрий Александрович Новиков предложил назвать «Математическая теория управления и приложения». Поэтому для своего доклада я выбрал задачу и вопросы, которые связаны с ее решением. Эта задача, а точнее ее решение, стала толчком для создания этой самой математической теории. Я расскажу об истории решения этой задачи, о тех вопросах, которые остались нерешенными сейчас, и о перспективах. Это знаменитая задача Вышнеградского о регуляторе ВАТТА и те теории, которые связаны с ее решением. Это, конечно, теория колебаний Андронова, теория глобальной устойчивости Красовского, теория рабастного управления и различные методы и приложения, которые вытекали из решения этой задачи и развития этих теорий. В нашей жизни обычно технологии существенно опережают развитие науки. Так было и в середине XIX века, когда регуляторы ВАТА, которые использовались для поддержания постоянной угловой скорости и регулировали паровые машины, активно использовались. И в Англии их было больше 100 тысяч на различных предприятиях. С развитием технологии оказалось, что регуляторы стали плохо работать и перестали справляться с выравниванием моментов и с выдерживанием постоянной угловой скорости. И перед учеными встала задача объяснения этих эффектов. Ну вот блестящее математическое решение этой задачи связано с работой знаменитого петербургского ученого Вышнеградского, который в 1877 году впервые записал для вот этой модели математическую модель, которую он стал изучать. Это была трехмерная модель, которая учитывала сухое трение. И Вышнеградский переформулировал свойства самораскачивания как свойства неустойчивости решения дифференциального уравнения и предложил следующую процедуру анализа. Вышнеградский провел линеризацию этой модели. Он был вынужден откинуть сухое трение и получил условия с помощью критерия Фрауса-Гурвица об устойчивости этой линейной модели. При этом высказал в гипотезу, что эти условия влекут за собой условия устойчивости в исходной модели. Так называемая гипотеза Вышнеградского. В дальнейшем после работы Вышнеградского появились работы, которые показали, что вообще говоря, в системе могут возникать не только устойчивые режимы, но и предельные. Но могут возникать и постоянные колебания. Это знаменитая работа французского инженера, который для подобной системы увидел постоянные колебательные процессы. В дальнейшем для обоснования процедуры Вышнеградского Липуновым была разработана теория об устойчивости по первому приближению. Но эта теория работала только с гладкими системами и не объясняла гипотезу Вышнеградского для разрывной системы. Поэтому в 1909 году знаменитый ученый Жуковский в своих лекциях для студентов писал, что вообще говоря, гипотеза Вышнеградского до конца не обоснована и может быть неверна. Доказательство гипотезы Вышнеградского принадлежит Андронову и Майру, которые в 1944 году, используя развитие теории колебаний и метод точных отображений, не только показали, что гипотеза Вышнеградского справедлива, что нелинейная система обладает устойчивостью в малом, но и показали, что в этой модели вообще нет колебаний. То есть есть глобальная устойчивость. Ну, с точки зрения современных технологий, поиск колебаний обычно производится следующим образом. У нас есть неустойчивое состояние равновесия, из окрестностей которого мы сейчас можем проводить численную процедуру. Мы выпускаем траекторию и смотрим, к чему она притягивается. Ну вот, например, если у нас есть маятник с трением, мы выпускаем траекторию из верхнего состояния равновесия, и она постепенно у нас притягивается к нижнему, но также могут выявляться и другие колебательные процессы. А поскольку в этой системе у нас состояние равновесия было устойчиво, то, естественно, таких колебательных процессов там быть не могло, и единственный вопрос, который там возникал, могут ли в этой системе быть так называемые скрытые аттракторы, которые не притягивают траектории из окрестностей состояния равновесия. Доказательство гипотезы Вашнеградского породило огромное количество гипотез о глобальной устойчивости по первому приближению. Действительно, в системе можно найти состояние равновесия, аналитически определить устойчивость этих состояний равновесия и надеяться, что локальная устойчивость состояния равновесия обеспечивает глобальную устойчивость и отсутствие нежелательных колебаний во всей системе. Ну вот, дальнейшее развитие математической теории для решения этой задачи связана с теорией колебаний Андронова, теорией глобальной устойчивости. Я бы говорил о теории Красовского, потому что он принял здесь, наверное, его роль ключевая в создании этой теории и теории рабастного управления, которой в Советском Союзе активно занимался Цыпкин. Я буду рассматривать в рамках развития этой задачи следующие задачи. Первая – это задача оценки области глобальной устойчивости и анализа ее границ в пространстве параметров. Мы хотим, чтобы система была глобально устойчива, и в пространстве параметров хотим определить границы, которые соответствуют потере глобальной устойчивости. Эта граница может быть тривиальной в пространстве параметров, когда наше состояние равновесия стало неустойчивым, и граница может быть скрытой, когда состояние равновесия остается у нас устойчивым, рабочий режим устойчив, но где-то у нас возникают нежелательные колебания, к которым мы можем притянуться при наличии внешних возмущений. Ну и вторая задача, это, конечно, задача оценки области притяжения устойчивого стационарного множества и анализа ее границ в фазовом пространстве, когда мы заранее знаем, что у нас есть нежелательные колебания, но они далеко от нашего стационарного режима. Первые методы, которые были здесь применены, связаны с теорией колебаний Андронова, знаменитая книжка 1937 года, где для разрывных систем Андронов впервые предложил метод точечных отображений, который позволял такие системы интегрировать и изучать. Очень интересно, что несколько лет спустя аналогичные идеи были высказаны в книжке Раккарда на французском языке без ссылок на Андронова. Раккард один из создателей французской атомной бомбы. В рамках развития этих методов поиска колебаний в 30-е годы был разработан знаменитый метод гармонического баланса. Идеи этого метода были высказаны Вандерполем в конце 20-х годов в Голландии и знаменитая монография Крылова и Боголюбова. Они предложили метод приближенный тоже, который для таких систем позволял определять наличие колебаний. Метод является приближенным, но чрезвычайно эффективным и активно использовался инженерами, потому что он позволял работать с нелинейными системами. Работая для нелинейных систем, инженеры могли говорить о наличии или отсутствии колебаний. Соответственно, если колебаний не было, то делался вывод о глобальной устойчивости. И развитие метода гармобаланса и идеи поиска колебаний для гистерезисных систем, разрывных систем, принадлежат Цыпкину, который предложил построение специального годографа. Ну вот здесь я его выписал для идеального гистерезиса, это как раз функция сухого трения, сигнум. А вообще этот метод работает и для произвольных гистерезисных функций. Это то, что касается методов определения колебательных режимов в таких процессах. Теперь дальше встал вопрос, как искать границу глобальной устойчивости. И в связи с этим появились гипотезы в развитии подтвержденной гипотезы Вышнеградского, знаменитые гипотезы Азермана и Калмана, которые как раз говорили о том, что граница глобальной устойчивости является тривиальной. Что если у вас линейная система устойчива, нелинейность находится в секторе линейной устойчивости, то у вас в системе будет единственное глобальное устойчивое состояние равновесия, глобальный аттрактор. Как только вы пересекаете эту границу и у вас состояние равновесия теряет свою устойчивость, то, соответственно, естественно, вы теряете и глобальную устойчивость. Ну вот достаточно быстро оказалось... Да, почему эти гипотезы были выдвинуты? Потому что с точки зрения теории колебаний, если применить вот для этих гипотез метод гармонического баланса или метод Цыпкина, то оказывается, что эти гипотезы верны. Но быстро к ним были построены контрпримеры, и первый такой контрпример как раз построил Красовский. И это стало толчком для развития теории глобальной устойчивости. В дальнейшем контрпримеры гипотезы Азермана были построены Плисом, Леоновым и многими другими учеными. А Калман, в отличие от Азермана, выдвигал это не как гипотезу, а как справедливый критерий. И в 1957 году он писал, что если не только нелинейность, но и производная находится в секторе линейной устойчивости, то интуитивно понятно, что система должна быть глобально устойчива. Калман обладал потрясающей инженерной интуицией, и оказалось, что это утверждение верно для трехмерных систем. То есть как раз для регулятора Ватта. Но в общем случае оказывается, что можно построить контрпримеры, и в четырехмерном пространстве, несмотря на выполнение вот этих гипотез, единственное состояние равновесия может существовать с притягивающими нежелательными колебаниями. И нами были разработаны методы, которые позволили построить серии контрпримеров. И Калман, когда мы общались с ним на эту тему, то он писал, что он в то время был очень юн, и у него не хватало математических знаний, чтобы до конца понять эту задачу. Но надо сказать, что он все время работал над ее строгим обоснованием, и спустя несколько лет это привело к появлению знаменитой теоремы Калмана и Якубовича Попова, о которой мы слушали в предыдущем докладе. Интересно, что эти задачи остаются актуальными и до сих пор, и в 2015 году в центральном эфаковском журнале «Автоматика» вышла статья, посвященная гипотезе Калмана для двухмерных дискретных систем, где оказывается, что гипотеза неверна уже для пространства размерности 2. Как доказывать отсутствие колебаний? Значит, оказалось, что гипотезы такие простые неверны, что границы глобальной устойчивости могут быть не только тривиальными, но и скрытыми, и встал вопрос о том, как выявлять такие границы. Ну и вот блестящее объединение тоже различных образований. Анатолий Сайкович Лурье имел потрясающее механическое образование, и для него естественным было понятие энергии, и, значит, энергии, сохранение энергии, или уменьшение этой энергии в дисципативных системах. И для него оказалось естественным использовать понятие энергии для доказательства глобальной устойчивости. В 1944 году он находился в эвакуации в Свердловске, сейчас это Екатеринбург, и эти его идеи соединились с математическими постановками задач, которыми тогда интересовались в Екатеринбурге. Малкин, Постников, который стал соавтором Лурье, Барбашин и Красовский как раз работали в это время в Свердловске. И вот соединение этих идей привело к выдвижению идей использования вот таких функций Липунова, о которых только что говорил Разван. Но в то время обоснования строгого использования этих функций еще не было, и оно появилось позже. Для этого потребовалось участие Красовского, который как раз восприняв идею Лурье и восприняв задачу Азермана, соединил эти две идеи, и в 1952 году появились серии работ Красовский, Барбашин и Красовский, которые привели к знаменитым теоремам о глобальной устойчивости, которые в дальнейшем развивались Лассалем, Матросовым и многими другими известными учеными. Но функция Липунова сама по себе это аппарат, который очень тяжело использовать, потому что построение этой функции это всегда некоторое искусство. Хорошо, когда есть энергия, как в маятнике, которая убывает, и можно использовать ее. Но для сложных систем такую функцию энергии построить трудно, и поэтому как раз появились вопросы, как строить эти функции Липунова, и знаменитый вклад Попова, Якубовича и Калмана, которые предложили эффективные критерии существования таких функций Липунова. Эти критерии построены как раз на использовании информации о линейной части системы. Поэтому это в некотором смысле продолжение тех же идей в задаче Андронова и Вышнеградского, о том, что информация о линейной части при некоторых ограничениях на нелинейность позволяет вам обеспечивать отсутствие колебаний и глобальную устойчивость. Развитие дальнейших этих методов на разрывные системы и на системы с цилиндрическим фазовым пространством, ну вот как, например, маятник, принадлежит Геллигу, Леонову и Якубовичу. Я не буду здесь подробно останавливаться на этих результатах, потому что у нас на конференции будет отдельная секция, посвященная этому, где, я надеюсь, что будет много докладов, посвященных этой тематике. Ну вот, наша конференция теоретическая является первой. Первый раз она появилась в составе мультиконференции. Я в связи с этим хочу вспомнить, что вот весь этот круг вопросов обсуждался на Первом Конгрессе ИФАКа, который вошел в историю тем, что на нем были представлены действительно фундаментальные прорывные результаты. Среди участников этого Конгресса были Филиппов, это создатель теории разрывных систем, которая необходима для исследования регулятора вата, Калман, Попов, Луриер, Зенвассер. Вот знаменитая цитата Барбушина с выступления на Конгрессе, который говорит, что методы построения функций Липунова не были настолько эффективными, чтобы ими можно было пользоваться при исследовании конкретной системы. И блестящий ответ Василия Михайпопова, который он дал тоже на этом Конгрессе, о его предложениях по построению таких функций Липунова, основанных на частотных уравнениях. Ну, я надеюсь, что вот наша эта конференция тоже войдет в историю развития математической теории управления. Теперь я расскажу о прикладных задачах, которые связаны с развитием этих идей. И одна из очень интересных задач – это задача Келдыша, задача о нелинейном анализе системы управления летательными аппаратами, а именно задача нелинейного анализа демпферов. Значит, вообще в 30-е годы, во второй половине 30-е годы, перед войной школа Келдыша и ЦАГИ провели блестящую работу по в основном созданию линейной теории флаттеров и развитию технологий, которые позволили предотвратить огромное количество катастроф, вызванных флаттером. Известно, что в Германии было больше сотни аварий, связанных с этим эффектом, а работы Келдыша и ЦАГИ позволили в Советском Союзе избежать этого. Ну вот, значит, естественно, до войны это были чистые технологии, быстрый анализ, а после уже, по существу окончания войны, Стислав Келдыш задался вопросом о строгом обосновании того, что, значит, делалось до войны, и о возможности нелинейного анализа. Ну вот здесь модель, которая была рассмотрена в его работе 44-го года. Интересно, что он в этой статье единственный автор, потому что обычно, значит, там работали коллективы. В этой работе для анализа тоже вот такой разрывной системы пришлось использовать метод гармонического баланса, методы Андронова и Цыпкина здесь неприменимы, потому что нелинейность не является чистым сигнумом, а здесь еще есть вот такой квадратичный сомножитель, поэтому единственный метод, который был применим, это метод гармонического баланса. И обладая, в общем, глубокими знаниями в этой области, в своей работе Келдыш писал, что он не дает строгого математического доказательства, потому что метод гармонического баланса является приближенным, а часть утверждений и выводов он строит на интуитивных соображениях. Ну вот, в своей работе, используя метод гармонического баланса, им была получена оценка глобальной устойчивости, которую, используя современный аппарат функции Липунова и теории дифференциальных включений, можно строго уточнить. Ну вот, оказывается, оценки потрясающе близки. Здесь коэффициент 2.08, а достаточные условия через функцию Липунова дают здесь двойку. Если рассмотреть полную модель, четырехмерную модель, которая рассмотрена во второй части статьи, то эта модель оказывается гораздо более тяжелой для исследования, и здесь можно выбрать коэффициенты так, что эта модель даст контрпример гипотезам Азермана и Калмана. И здесь оценки, которые дает гармбаланс, которые не видят колебаний в рамках этих моделей, ну, уже различаются существенно. Оценка в работе Келдыша это 1.33, а, значит, приходится коэффициент линейного демпфирования существенно увеличивать, чтобы обеспечить здесь достаточные условия. Ну вот, очень интересно, что эти задачи остаются актуальными и до сих пор, и вот в связи с авариями современных истребителей, в частности, F-22, был доклад на конференции CDC, и вот иностранная группа ученых написала, что устойчивость в моделировании не обеспечивает устойчивость физического объекта, и поэтому нужно разрабатывать дальше теоретические методы, которые бы позволяли бы понимать, что происходит в системе. Также в связи с трудностью обнаружения вот этих скрытых колебаний, которые имеют очень узкую область в фазовом пространстве, естественно, встает задача о валидации тех численных методов, которые сейчас имеются. Есть огромное количество пакетов проектирования в различных областях, которые применяются, но на сложных задачах они могут давать неверные результаты и требуют, соответственно, валидации. Ну, различные такие примеры со скрытыми колебаниями в последние годы были найдены для моделей управления в ракетостроении, спутниках и других аэрокосмических системах. Другой интересной задачей в теории управления, тоже которая имеет богатую историю, и на которой я бы хотел показать пример вот того пути, который был пройден задачей Вышнеградского, являются системы фазовой автоподстройки, синхронизации. Впервые синхронизация была, как эффект описано, Гюгенсом в 1673 году. Он обнаружил на корабле, что маятниковые часы, которые подвешены к одной балке, начинают колебаться синхронно, независимо от того, из какого начального положения мы их запустили. Это так называемая взаимная синхронизация. На практике очень важное применение имеет синхронизация мастер-слейв или лидер-ведомый, когда два колебательных объекта, и один подстраивается к другому. Ну вот такие системы фазовой автоподстройки, они получили широкое распространение, используются сейчас в телекоммуникациях, в компьютерных распределенных архитектурах, в глобальных навигационных спутниковых системах для демодуляции данных. И идея заключается в следующем. У нас есть входной сигнал, синусоидальный, с постоянной частотой, и есть локальный генератор, фазу которого мы хотим подстроить к фазе входного сигнала. Мы перемножаем два синусоидальных сигнала, получаем синус сумму и синус разности. Синус суммы мы отфильтровываем, а если фазы у нас совпали, то синус разности у нас дает, соответственно, ноль. А если не совпали, то это число достаточно маленькое, и оно используется в обратной связи, для подстройки частоты нашего локального генератора. Ну вот впервые такая схема была, синхронизация предложена сэром Эпплтоном в 1923 году. Он исследовал ионосферу, волны в ионосфере, и в 1947 году он стал лауреатом Нобелевской премии за эти исследования. А эта система стала активно использоваться в телевидении, радио, в радиолокациях и других приложениях. Ну, с точки зрения математической теории управления, это обычная система с обратной связью, которая является существенно нелинейной, и для которой стоят точно такие же задачи локального и глобального анализа. Естественно, технологии в этой области идут колоссально вперед, и наука не успевает за ними, и много выдающихся инженеров, которые внесли свой вклад в развитие вот этих систем фазовой автопостройки, тоже были вынуждены выдвигать аналогичные гипотезы об устойчивости по первому приближению. Для таких систем важным параметром является начальная разность частот, для которой система может обеспечивать глобальную устойчивость и подстройку. Ну и вот для различных систем выдвигались гипотезы о том, что эта глобальная устойчивость тоже может определяться по первому приближению. Знаменитая гипотеза Капранова 1956 года, гипотеза Игона 2000 года и гипотеза Гарнера как раз говорят о том, что в различных модификациях таких систем глобальная устойчивость может определяться по первому приближению. Ну и очень интересно, что вот теория управления именно в этой области существенно отстает. И на пленарном докладе на центральной конференции в Америке, American Control Conference, Дэниел Абрамович написал, что можно было бы ожидать, что изучение ПЛЛ будет существенно рассмотрено в теории управления. Но, к сожалению, все книжки, большая часть книжек, посвященных этому, она использует только методы линейного анализа, то есть как раз опирается на аналогичные гипотезы. Эти гипотезы, естественно, верны, оказались во многих случаях. Инженерная интуиция позволяет инженерам, так же как и Калману, формулировать очень полезные методы, которые позволяют существенно продвинуться в технологиях. Но, естественно, стоит задача в дальнейшем описание строгих границ применимости этих гипотез. Ну вот в гипотезе Калмана о глобальной устойчивости вот такой системы очень интересная история. Это работа 1956 года, в которой впервые границы применимости этих гипотез были описаны в работах Губарь и Шахтарина. Это, соответственно, Нижегородская школа последователя Андронова, а это Московская школа Борис Ильич Шахтарин. Он вообще из Петербурга и пережил блокаду, но сейчас работает в Бауманке. Они заметили, что гипотеза о тривиальности границы устойчивости, она здесь неверна, и показали, что в системе могут возникать скрытые границы устойчивости. Ну вот такая интересная картинка, которая показывает, что для большой области параметров граница тривиальна, и здесь мы можем применять методы линейного анализа и синтеза этих систем, но есть небольшой участок, где есть зазор. Граница рождения скрытых колебаний, скрытая граница глобальной устойчивости здесь возникает раньше, чем граница рождения самовозбуждающихся колебаний. Ну и вот этот диапазон, он очень опасен для инженеров. Мы разработали специальные примеры, которые показывают, как широко используемые программные продукты MATLAB и SPICE ошибаются в этой границе при моделировании таких систем. Знаменитая гипотеза Игона 2000 года, в 2000-х годах стали переходить от использования фильтров устойчивых к фильтрам, имеющим один нулевой корень, и, соответственно, здесь тоже была выдвинута гипотеза о том, что полоса захвата, то есть вот эта разность частот, которую система может переработать, она может быть любой, и в системе есть глобальная устойчивость. Но оказалось, что это не так, и здесь тоже необходимо применять как липуновские методы для того, чтобы получить достаточные критерии устойчивости, так и строить примеры, которые позволяют оценить эту границу устойчивости, скрытую границу устойчивости сверху. В последнее время вот в компьютерных архитектурах для синтеза частот используются вот такие гибридные системы, где есть дискретная часть и непрерывная, и для таких систем тоже известным инженером Гарднером IEEE FELLOW была выдана гипотеза о глобальной устойчивости этих систем, и мы тоже недавно показали, что в таких системах могут возникать скрытые колебания, которые, соответственно, дают нам оценку сверху, и можно строить липуновского типа оценки снизу, показывая зазор. Часть задач здесь до сих пор остается открытым, потому что для гибридных систем теория функции липунова и абсолютной устойчивости еще не до конца развита. Аналогичные задачи по синхронизации возникают в энергетике, в частности, они используются в инверторах, которые используются в зеленой энергетике, когда нам нужно заливать энергию в сеть и, соответственно, синхронизировать фазы, используются для распределения энергии на самолетах электрических, и вот это такая задача, к которой мы сейчас помогаем компании Transconverter, которая, я насколько знаю, подключилась к проекту ЦАГИ и ГосНИАСа по созданию электроники для вот таких аналогов западных самолетов. Теперь я хочу вернуться к той задаче, с которой я начал и показать, что она не решена до конца. Оказывается, если в гипотезе Вышнеградского и в задаче Вышнеградского улучшить систему управления и вставить так называемый сервомотор, который позволяет улучшить характеристики переходных процессов, то гипотеза Вышнеградского этой задачей занимался Стадола, используя подход Вышнеградского. Так вот здесь гипотеза Стадола Вышнеградского оказывается неверна. И для этой системы условия локальной устойчивости не обеспечивают глобальную устойчивость. Этими задачами занимались известные ученые Николаи, Гийон, Попов и Берсерский. Ну вот здесь можно найти такую ситуацию, когда состояние равновесия у нас устойчиво, и все равно возникает вот такое нежелательное колебание. Очень интересно, что задача Вышнеградского входит почти во все учебники по математической теории управления, она там упоминается, но почти нигде не приводится ее решение. Вот эта часть теории до сих пор не перешла в такую теоретическую технологию, потому что для решения таких задач, оказывается, нужно рассматривать не классическую теорию глобальной устойчивости, а приходится применять разрывные функции Липунова. Здесь не работает классический метод Попова, его приходится модифицировать. Нужно использовать теорию дифференциальных включений, и эта теория до сих пор остается трудной, и ей тяжело учить. Ну вот актуальность дальнейшего развития этого связана с последними авариями, в частности, аварии на Сайона-Шушенской ГЭС. Значит, я рассматривал задачи регуляторы и турбины, а чтобы моделировать гидроагрегат, сюда нужно еще добавить генераторы нагрузку. Ну вот суммарная система выходит десятого порядка, тоже имеет разрывные нелинейности, и чрезвычайно трудна в моделировании. Вот в таких моделях, оказывается, можно тоже обнаруживать возникновение нежелательных колебаний. В заключении хочу сказать, что тривиальные участки границ глобальной устойчивости в пространстве параметров определяются локальным анализом устойчивости сационарного множества и локальными бифуркациями. Ну вот знаменитая школа Шильникова, и поэтому могут быть эффективно выявлены численные аналитически. С тривиальными границами связаны различные гипотезы о глобальной устойчивости по первому приближению, гипотеза Вашнеградского, гипотеза Калмана и многие другие. Скрытые участки границы глобальной устойчивости определяются нелокальными бифуркациями и требуют анализа рождения скрытых колебаний. Выявление скрытых колебаний, их отсутствие, наличие и расположение требует разработки специальных аналитико-численных методов и вызвано задачами определения зазора между необходимыми и достаточными условиями глобальной устойчивости, а также важны для выделения классов систем, для которых эти условия совпадают. На практике переход состояния системы управления к скрытому колебанию, вызванный внешними возмущениями, часто является причиной аварий и катастроф. Дальнейшее развитие направления этих теорий связано во многом с учетом разрабатываемых в настоящее время подходов современных к синтезу управления и учета современных моделей трибологии. Здесь на этом слайде приведены наши последние публикации на эту тему за последние три года. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Николай Валерьевич. У нас осталось один вопрос. Пожалуйста. Николай Валерьевич, большое спасибо за столь подробный исторический экскурс развития теории глобальной устойчивости. Хотелось бы понять, а в чем ваш личный вклад? Вы, так сказать, привели примеры, кто чего сделал, а вот про себя ничего не сказали. Спасибо большое. Ну вот последние слайды, связанные с развитием фазовой автоподстройки, это развитие как раз уже наших результатов. В 1986 году Геннадий Алексеевич Леонов получил государственную премию и была разработана база, как я сказал, которую в последние годы мы активно развиваем для исследования как раз конкретных систем. Прямо сейчас мы сотрудничаем с компанией Transconverters, которая вместе развивает вот эти методы, где классические методы неприменимы, нам приходится их развивать. Используем теорию скрытых колебаний для анализа глобальной неустойчивости инверторов. Мы продолжаем работы, связанные с исследованием регуляторов турбин. Это вот анализ, в частности, модели Саяна-Шушенской ГЭС и развитие работ, которые проводились в ИПУ Талям. Там тоже большое количество моделей, которые требуют учета новых типов трения в трибологии. Вот мы в основном здесь на слайдах были модели, связанные с Сигнумом. Это, значит, простая модель. А современное развитие трибологии, вот работы Журавлева, Климова, Колесникова, Горящевой как раз предлагают новые типы нелинейностей, которые лучше описывают эти модели трения. И мы в сотрудничестве вместе с ними пытаемся довести наши теоретические методы, чтобы они позволяли определять в таких моделях тоже глобальную устойчивость. Спасибо. К сожалению, больше времени нет. Поблагодарим докладчика. Спасибо большое.